Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч, я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим адыгейскую соль. Адыгейскую соль мы используем для приготовления многих блюд. Она подходит и к рыбным, и к мясным, и к овощным. И с ее применением блюда становятся с более интересным, насыщенным вкусом и ароматом. Всем советую приготовить. Всем желаю приятного просмотра, а если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Для приготовления этой соли мы будем использовать обычную поваренную соль крупного помола, чеснок и много различных специй. Нам понадобится 50 граммов чеснока свежего, его нужно измельчить с помощью чесночного пресса, либо натереть на мелкой терочке. К чесноку я добавляю 250 граммов соли. Соль обязательно крупного помола должна быть у вас, потому что если добавите мелкую, она просто у вас обьется в комок. Сушеная зелень петрушки чайная ложка, чайная ложка красной паприки сладкой, чайная ложка базилика, чайная ложка хмели-сунели, чайная ложка кориандра молотого, красный горький перец и половину чайной ложки черного молотого перца. Теперь нужно все специи соль и чеснок между собой соединить, чтобы соль хорошо пропиталась всеми ингредиентами, чесночком и специями. Это удобно сделать руками. Я одеваю перчатку и вот так прям рукой все пережмакиваем, все соединяем между собой. Чеснок у меня снизу, поэтому достаю его, поворачиваю наверх и в процессе переминаем все комочки, которые есть в соли. У меня немножко есть, поэтому вот так вот прям хорошенечко разминаем. Нужно, чтобы соль напиталась всеми-всеми специями, чтобы была вкусная, ароматная. Вот когда размяли и перемешали, соль имеет вот такой вид и консистенцию. Такая соль не только вкусная, ароматная, но еще и очень полезная. Здесь много чеснока, а чеснок мы знаем является природным антиоксидантом. А соль является консервантом, поэтому не переживайте, что соль у вас испортится. Сохранить мы ее будем не в холодильнике, а просто плотно закрытой баночке, где-нибудь на полочке, в темном месте. Готовую адыгейскую соль мы пересыпаем, как я уже и сказала, в сухую чистую баночку. Баночку плотно закрываем крышкой и храним где-нибудь на полочке. Ставим и пользуемся по необходимости. И в этой соли чеснок ферментируется таким образом, что вкус и запах чеснока мы в блюде ощущаем, а неприятный запах изо рта у нас отсутствует. Делитесь этим рецептом с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!